Белый дом сегодня официально оправил информацию, что область принимает отходы из Подмосковья. Вброс на днях появился в интернете. Сообщается, что из соседнего региона мы принимаем 22 тысячи тонн мусора в год. Областная администрация с этим согласилась, только сказала, что это не сейчас. Это было три года назад. Это данные по фактическому завозу на территории Александровского района. У Радуга, который у нас был полигон, на сегодня есть 22 тысячи отходов, которые были официально, по имеющейся договору, завезены из Серево-Посадского района. С 2017-го, по словам Смолины, Подмосковья к нам ничего не завозят с этим регионом. У нас сейчас только один договор, и он не о привозе отходов, а об информационном взаимодействии. Что касается села Филипповское, которое активно протестует против нового мусорного объекта. К трибуне пригласили пенсионера из Киржачского района. Он сказал, что когда-то работал в Госкомэкологии и вспомнил, как в начале нулевых открывали нынешний Киржачский полигон. Тогда жители тоже были им недовольны. Но мы пошли по какому пути? Ну не то, что там через коленку людей ломать. Пожалуйста, приходите, смотрите. Вот мы делаем, значит, глиняный замок, вот мы делаем, значит, дисбарьеры, вот мы делаем, значит, контрольные скважины. Пожалуйста, заходите, смотрите, все. Мы сумели открыть этот полигон. Изначально он был рассчитан до 2014 года, но проработал до 2018. 1 июля заканчивается срок его эксплуатации. А после жителям того же Филипповского за вывоз мусора придется платить больше. Если мы не найдем, не будет построен завод или не найдем место, куда мы готовы будем складировать отходы, то ближайший полигон находится в Петушинском районе, расстояние до него 60 километров. И это, естественно, повлечет за собой удорожание стоимости вывоза ТБУ для жителей, в первую очередь, Киржачского района. По итогам 2017 года объем отходов в области составил 540 тысяч тонн. Будущее за их переработкой. С этой целью власть намерена построить 6 экотехнопарков. А пока нужно учить людей раздельному сбору мусора. И начинать нужно с детей, в надежде, что потом они подскажут взрослым. Это тот момент, который нужно приучать и прививать детям с детского сада. А дети, они впитывают, все хорошее, они потом родители начинают учить, что ты бумагу не выбрасывай в то же самое мусорное ведро, где у нас лежат пищевые отходы. Лучше мы заведем отдельное ведро и будем это выбрасывать отдельно. Внести лепту в повышение экологической грамотности могут и общественные организации. Для них объявлен конкурс проектов по экологическому просвещению. Авторы лучшего получат грант в 3 миллиона рублей. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.